Добрый день, мои уважаемые подписчики, Кенда ПК на проводе. Прямо сегодня вы увидите просто такое челюх отлетает сходу. Так вот, прямо сегодня я зайду на аккаунт впервые спустя 7 лет, спустя 5 лет и спустя 2 года. Ну что же, поминали! С вас лайк, подписка, полетели. Ну что же, и вот я впервые зашел за 7 лет. На этом аккаунте мне было целых 7 лет, вам не послышалось. Давайте посмотрим, что же тут поменялось. Первое, что я вижу, это очень старый айдишник. Айдишник начинается на 66! Просто прикиньте, это 66 аккаунт в игре. Как же это круто! Ребята, прожмите лайкусик и обязательно подпишитесь на мой канал, если вы ждали эту рубрику. Смотрим дальше, у нас есть медали. Естественно, у нас есть самая первая ассистентс коллекция. Посмотрите на эту бриллиантовую медаль. Как же это круто! На этом аккаунте очень много крутых медалей. Посмотрите! Я бы сказал даже более. Тут есть практически все медали! Самое главное, что есть на этом аккаунте, помимо айдишника, это еще друзья. Вы спросите, почему? Сейчас все покажу. Посмотрите на эти айдишники. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0! 10! Это вообще 10 аккаунт в игре. Десятый! Внимание! Окей, смотрим дальше. Тут вообще 4 айдишник. Как вам такое? Илон Макс, как тебе такой 4? Так, смотрим дальше. Второй! Это второй айдишник! Что? Есть еще один крутой айдишник, который заканчивается на цифру 40. То есть 40 аккаунт. А это вообще айдишник, у которого все цифры единицы. Ничего себе! А тут вообще разработчики пошли! Дев 0.1! Это самый крутой, самый главный разработчик. И он есть на этом аккаунте, друзья. Дальше тут есть буквенный айди. Обалдеть! Это как? Это как вообще? Это что за айди? Я прямо сейчас нахожусь на этом аккаунте. Мне очень интересно посмотреть, что же тут с инвентарем. Ну что же, прямо сейчас мы переходим в инвентарь! Погнали! Это инвентарь, который создавался целых 7 лет. То есть изначально самые первые скины, которые были на этом аккаунте, они впервые появились на нем 7 лет назад. Как же это классно! Что я вижу? Куча перчаток, куча ножей! М4 1 паладин. Обалдеть! 20к! А, еще и на аккаунте 40к! 40 плюс 20, даже 44. 44 плюс 20 равно 64. Плюс все эти ножи и перчатки. Еще плюс 20к равно 84 тысячи. Смотрим дальше. АКР некромансер с тремя сноукавинами? Это плюс 150к, как минимум. Считаем. 84 плюс 150к. 234 тысячи уже стоит этот аккаунт. Дальше тут есть такая Дрэгон. Тут есть еще куча крутых скинов, брелков. Очень классный аккаунт. И самое-самое главное, очень дорогой. Вот так вот выглядят первые аккаунты, которые создавались в стендоффе. Просто представьте, через сколько всего прошел этот аккаунт. Через сколько обновил. Чтобы понимали, на этом аккаунте играли в стендофф 2, когда была версия 0.1.0. Ха-ха. Как же это классно. Так, ну что же. Плюс все эти эпики, плюс все эти рарки. Ну, это примерно, давайте, плюс 3к. Итого 237 тысяч. Дальше плюс все эти чармики, брелки, наклейки и так далее. Нас это не интересует. Нас интересует кое-что другое. Так, это плюс 3к. 240к. Нас интересует, что находится на рынке. А вот тут, ребята, приготовьте вашу челюху. Потому что она отлетит сходу. Я вам гарантирую. И у Спигенезис, естественно, с четырьмя Хэллоуин-наклейками. Это же один из самых первых аккаунтов в игре. Ничего себе, сказал я себе. 45 тысяч. Плюс 45к. Итого 285 тысяч. Идемте дальше. АКРТХ. 250. Там 4 панишера. Мать моя женщина. Я такое вижу впервые в жизни. И я нахожусь на этом аккаунте. Мне же не верится. Ничего себе, сказал я себе. Как же это круто. Так, Аккеринг Романсер стоит 2к. И плюс 90 самураи. Итого, этот аккаунт стоит 537 тысяч голды. Это очень дорогой и нереально крутой аккаунт. Ну а что будет дальше? Ну а дальше у вас просто отлетит челюха. Так что, ребята, пристегнитесь. А мы взлетаем и идем на следующий аккаунт. Аккаунт номер 2. На этом аккаунте я не был целых 5 лет. Мне очень интересно посмотреть, что же на этом аккаунте появилось. Что изменилось. И вообще, что же интересное тут есть. Первое, что мы видим, ребята, айдишечка. Конечно же, айдишечка на троечку. Да, это не двойка на прошлом аккаунте. Но, тем не менее, айдишечки на троечку тоже очень старый аккаунт. Такой же старый, как и я. Так, ребят, ну что. Давайте посмотрим, что же у нас по медалям. Ну, медалей тут не так-то и много. Есть медаль ветерана 21-го года. Есть медаль ветерана 20-го года. И есть медаль Project Zona 9. Окей. Мне очень интересно посмотреть на инвентаре. Но перед этим давайте чекнем клан. Ага, клана нету. И только что я вспомнил спойлер. То, что тут, ребята, всего лишь 208 голдишки. Ква, ква, ква. Очень, очень мало. Ну что же, смотрим дальше. Что же у нас тут? Тут, ребята, у нас самый обычный, самый дефолтный аккаунт. А при том, посмотрите, что очень интересно. На этом аккаунте есть джентльмен в друзьях. На счет 3 я перехожу в инвентарь. 1, 2, 3, let's go, let's hear it. И что же я вижу? Оу, май. Мне сейчас плохо станет. Вы тоже это видите? Стоп, вы подождите. Подождите. Оу, палочки. Я вижу кучу колдскулов, но, к сожалению, это всего лишь граффити. Но, тем не менее, они по 34 голдишки. Вот это не подорожали, даже не ожидал. Ну что же, я беру мой калькулятор. И давайте вместе с вами считать, сколько же суммарно тут всего. Две пары перчаток. Притом, если не ошибаюсь, это... Так, это 1400. А вот эти дорогие перчатки. О, имба. Это сход, ребята, 4К. Смотрим дальше. Кунай Пойзен, это плюс 3К. Дальше. Джекоманда Флорал плюс 2К. И Керамбит Драгон Глэс, это плюс 3К. Итого у нас пока что 12 тысяч. 12К стоит все, что вы видите. Смотрим дальше. Ну, дальше у нас идет Керамбит Фрузен. Это такое себе. Самое крутое, что я тут вижу? Я просто в шоках. Ах, это, конечно же, АКР Дрэжер Хантер. Мой, ты маленький. Ребята же понимали? Я помню, когда я покупал этот КРТ Хаста Трек. Это было примерно 4 года назад. И он стоил всего лишь-то. Всего лишь стоил 1000 голды. А сейчас он подорожал. И стоит 37К с рейс ходу. Плюс 37К. Ничего себе, сказал я себе. Плюс все терканы. Что мы видим, это еще где-то плюс 10К. И, кстати, да. Обратите внимание, какие тут крутые блатные наклеечки. Между прочим, вот эти вот наклейки, что сейчас на ВМ Генезисе и на Кэр Дрэгене мы видим. Они стоили раньше по 20 голды. А сейчас они стоят гораздо дороже. В разы стоят дороже. Окей, листаем дальше. Ничего себе. А вы знаете то, что это легендарка Бет из Хуллин коллекции. И это, я говорю, не про скин поднес самурай. А про его чармик. Так, ребята, давайте посмотрим дальше. М4-1 Бабл Джамп. Тут 3 штучки поднес самурай. Ага, ага, ага. Очень даже неплохо. Я бы сказал бы даже так. Очень хорошо. Плюс все эти арканы, что я вижу. Вот прям все-все-все-все-все. Тут даже СП-350 Форрис Спирит. Я помню, раньше тоже покупал за 20 голды. Все эти арканы, учитывая эти G22 Несты, это еще плюс где-то 10к. Плюс 10к. Дальше у нас идут наклейки и чармики. Я не знаю, сколько стоят эти чармики. Так, 350 голдишки. Вот это сколько 400 голдишки. Ну, то есть средняя по 400 голдишки, да? И смотрите, прикол, тут есть стикер Раст Металли, который стоит 3700 голдишки. Вау, вау, вау. Итого, ребята, вот это все плюс 6к. А, еще есть стикер Китсуна, который стоит тоже 2к. Плюс 2к. 77к с рейс стоят все эти наклейки. Как же это классно. Дальше у нас есть чармики, те, что попроще, они стоят по 200 голдишки. Ну, давайте плюс косарик. Кстати, да, я чуть не забыл про самые ценные. Где же взять много голдишки, чтобы купить крутые скины? Ответ крайне прост. Конечно же, на полу. Дробчики, тем более, там добавили новый вент с крапусом. Ты колодишь крапуса, получаешь ману, и ману меняешь на топовые скины. Например, если на ножничек менял, так же добавили новую коллекцию кастиков. Ну и, конечно же, сверх моей башкой есть два секретных слова. По одному ты получаешь дополнительный процент, а по второму ты получаешь бесплатный подарок. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ребят, печенька. 28 косарей! И она только дорожает. Я помню, когда она стоила 150 голдишки. Сейчас эта печенька стоит 28 косарей. Я не верю своим глазам. Плюс 28к. 106к. Я просто в шоке. Окей, листаем дальше, листаем дальше. Что же я тут вижу? Опять уриджин коллекция! Опять плюс 5к! Ничего себе! Вот это аккаунт! Вот это просто минус-челюха. Дальше я вижу кучу из 100-трековой Скорпион коллекции. И самое крутое, что я вижу, это, конечно же, АВМ Спорт. Короче, вот эти все скины, это примерно плюс 10к. Плюс 10к. Итого 120 тысяч. Ничего себе, сказал я себе. Так, дальше есть АКР4ЕРС. Листаем внизу. Что? Тут есть Мермейд! Это очень старые скины с Леженс коллекции, которые стоят по 700 голдишки. Ничего себе! Все, что я вижу, ребята, вот это вот все-все-все-все-все, это минимумы стоят еще плюс 20к. Потому что вот эта наклеечка стоит 8к. Так, итого, итого, этот аккаунт уже стоит 141 тысячу! Прикиньте! Не, ну это прям очень круто. Окей, листаем дальше, листаем дальше. Юспи Генезис! Чего? О, вон, дорогой! Плюс 34 тысячи! Наш аккаунт, вот прям сейчас он стоит 175 костерей. Давайте посмотрим, какие тут есть еще крутые наклеечки, брелки. Что-то еще есть прикольненькое. Так, так, Юспи ТУЕРС плюс 2к. Ну давайте, в общем-все-все, что я вижу. Плюс 5к. Плюс 5к. Если я что-то пропустил, напишите в комментариях. 180 тысяч. Окей, мужики, давайте листать дальше. Кучу грибов вижу. Понятно, понятно, понятно. Давайте долистаем самый-самый-самый-самый-самый низ. О-о-о-о-о! Импа! Это то, что я искал. Я помню, что тут, кажется, когда-то были костики. Да, я не ошибся. Плюс 1000! Плюс 20 тысяч! 20 тысяч, прикиньте, у меня 2 оригин-костика. Хо-хо! А можно их открыть? Прикиньте, я сейчас выбью. Сейчас выбьем девятый военный драгонлайс. Ну ладно, не будем рисковать, не надо. Дальше есть куча райвл-кастиков. Ну, ребят, плюс 25к. Сходу плюс 25к. Итого, да, на каунт уже стоит 205к. Дальше вижу кучу скорпион-кастиков. Давайте считаем. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Плюс, ребята, еще 10к. 215к. Еще-то есть хэллоуин-стигер-пак за 6 тысяч. Еще есть хэллоуин-чар-пак за 4 тысячи. Ничего себе, я просто в шоке. Еще плюс 20к. Итого, дан аккаунт стоит 235 тысяч голды. Очень даже неплохо, я очень рад. Прикиньте, чисто создал аккаунт, вовремя купил нужные скины и теперь стал богатым. Это очень классно. Ну а прямо сейчас мы зайдем на самый крутой аккаунт, который будет очень дорогим. Ну что же, вперед на следующий аккаунт. Ну что же, на этом аккаунте я не был целых 2 года. И мне очень интересно посмотреть, что же тут есть. Потому что, насколько я помню, тут действительно очень дорогой инвентарь. Первое, что я хотел бы вам сказать, это ID. ID начинается на девяточку. А это означает то, что этому аккаунту действительно 2 года. Ну что же, как мне не терпится перейти в инвентарь. И я надеюсь, что вы готовы. 3, 2, 1. Let's go with three. Oh my. Как же это дорого. Киран бит голд, куча ножей. А, КРТХ, куча перчаток. Да я богат, оказывается. Обалдеть. Ну что же, давайте считать все в порядку. 4 пары перчаток, это 5К. Дальше 4 ножа, это еще примерно плюс 6К. Итого у нас 11К. Давайте же плюс 1000, это сам инвентарь. Там 1254. Дальше у нас идет Кирвал, прикиньте. 95 тысяч. Мне сейчас плохо станет, я не верю, моим глазам. Плюс 95К. Обалдеть, 107 тысяч. Идем дальше. М110. Я никогда не понимал тех людей, которые покупают эту аркану. Но теперь я стал одним из них. И у меня 20К плюс 20К. Найс, найс, найс. М40 монстры 100 трек. Сколько? 140К. Вы что, пацаны, в сосну въехали. Кище 140К. Ничего себе, мейн инвентарь. АК РТХ плюс 30К. АК РМИРАЖ плюс 20К. Итого, ребята, уже 317 тысяч. И поверьте вы мне, это только самое начало. Дальше вот еще интересней. Что-что? АВМ Трэжер Хантер. Да я богат, оказывается. Слушай, ну прям в очереди неплохой аккаунт. Точно неплохой. М4-1. Скин, 80К. Стоп, вот этот скин 180К? Вот этот вот скин 180К. Вы что, в своем уме? Мне сейчас плохо станет. Что за сумасшедший за 80 тысяч? Купил это. А, это же я. Ё-моё. Ладно, окей. Дезерт Илья Кудзе плюс 20К. Джейд Вазда Фроузен плюс 60К. Ничего себе. Так, ребята, у нас уже инвентарь на полмульта. Обалдеть. Короче, ребята, тут максимально крутые скины. Я просто вообще все покажу. Тут есть М4А1 с такими четырьмя наклейками арканами. Тут есть АВМ, Винтер, Спорт. Тут максимально дорогие скины. Я уже все это посчитал, чтобы не тянуть время. Тут даже есть Фомас, Монстр, 100 трек, 3025К. Плюс 120 тысяч. Вот это все, что мы видим. 657 долбанных косарей. Идемте дальше. Тех 9 Некроманстер. Но тут, ребята, сколько? 25К? Да я помню, как они по 3К стоили, а уже 25К. Ничего себе, сказал я себе. P350 Radiation плюс 32К. 714 тысяч. Я не верю своим глазам. Это самый пока что дорогой и самый крутой аккаунт. USP Digital Burst Statrek 4К. Ну как-то, как-то слишком дешево для этого аккаунта, нет? Дальше, ребята, у нас тут самобычные эпики, идут рарки. И тут у нас незаметный, неприметный FNFA Лезер. И еще четырьмя наклейками. Ну это сходу плюс 30К. 748 тысяч. Вы понимали, я даже рарки не считаю. Что, что, что? Вы сейчас серьезно? Четыре наклейки и три из которых Хэллоуин? Ну это, ребята, ну это минимум плюс. Давайте плюс сеть рарки, плюс этот Дезер Игл Морган, плюс 3К. Семьсот пятьдесят одна тысяча. Чего-чего? Не, аккаунт реально очень дорогой. Ну что же, вот мы долистали до Чармика. В Чармике тут самые самобычные. Что у нас? Шилд ветерана 23-го года. Ха-ха-ха. Так, окей, ребят, листаем дальше. Что я вижу? Я вижу кучу разных наклеек, кучу разных шилдов, кучу разных стикеров. Но ничего супер дорогого я не вижу. Листаем дальше. И вроде бы как мы, ребята, долистали до самого-самого конца. Давайте сейчас мы сделаем рынок, мои запросы. И тут я вижу. Чего? За 0,3 голды комонки продаю? А-а-а, а зачем мне это? Я что, ничего не понимаю, но окей. Давайте, ребят, мы еще раз присмотрим. Мало ли мы что-то крутое, такое уникальное пропустили. А мы по-любому что крутое, уникальное пропустили. Например, вот этот Фаб Краниум, я его даже не смотрел. А между прочим, он стоит целый косарь. Беретцер, Роял Роуз стоит. Не, ну ладно, дешево, 400 холодишки, ладно бы, 100 трек. Итого, данный аккаунт стоит семьсот шестьдесят тысяч. Да, у меня тоже отлетела щелюха. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кентухон. Если понравилось подобное видео, обязательно прожмите лайк и секс. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а если хотите получить бесплатно вот этот P350 Tradition Статрек, брат, бегу в ТВ, пришел, подписался, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.